привет всем друзья мои дождались наконец-то мы от покемонши два видоса с опозданием с опозданием шесть дней если я правильно посчитала она же сказала первое число а вчера было шестое да мои дорогие друзья но неуважение к своим зрителям это у нее цветет и пахнет с самого начала когда она называла своих подписчиков гоблинами так что гоблины искали не могли найти писали куда вы делись наши родные любимые семья в кавычках якобы любимая семья так что гоблины обыскались так скучали так скучали и дождались ну а мы смотрим и в очередной раз удивляемся наглости беспардонности хамству этого покемона этого ютубовского фрика но начну сегодня обзорчик с первого видео которое вышло первым но во первых я хочу сказать что дама была в бухаресте это видно по ее лицу она себе не показывала но в конце видео она все-таки вылезла и сказала пару ласковых но как обычно так как хороша мать так как хороша хозяйка так как добра девчина ну короче говоря с бухареста вернулась и решила выложить вам видос ну смотрите кушайте и не обляпайтесь и здесь немножечко о торте который испекли девочки родители которые устроили праздник в порте боярт ну и что мои дорогие друзья как она смотрела и очень долго показывала этот самостряпанный тортик от обычных женщин хозяек они от ютубовского супер кулинара мира которая даже ну как бы а я тут причем но мы же сдали 1800 но вот поэтому мы пришли в на халяву ну наверное конечно же все сбросились до купили продуктов и какая-то мамочка испекла этот прекрасный торт а почему на себя не взяла эту обязанность супер кулинар мира но потому что это не супер и не кулинар и потому что у нее все практически рецепты фуфло она все показывает и лжет я несколько рецептов проверяла все умно она просто хвалит особенно был такой пирог лимонный горчущий жрать невозможно но она сожрала все на мукбанг и прихваливала ну и конечно же все остальное жирное уксусное соевым соусом залитое ну просто бе-бе-бе это жрать нельзя так что друзья мои все это сказки от белого бычка наша супер кулинар мира никакой не кулинар а так себе лживая воровка чужих рецептов ну да ладно продолжаем конечно за 1800 человека можно устроить прекрасный праздник но я вам хочу сказать что пигалица все время которое показывала ее мамаша была с телефоном ну просто в телефоне и никак иначе то есть ребенок деградирует но мамаша деградант снимает пигалицу деградантку и ничего в этом не видит особенного ну хотя бы уж заставляла убирать телефон чтобы ее снять без телефона чтобы уж такого позора не показывать на весь youtube но к сожалению пигалица уже деградировала до нельзя она постоянно в телефоне ничего вокруг не видит и ей ничего не интересно у нее даже не было эмоций обсудить праздник она села в машину уткнулась в телефон и это ее счастье ей не нужен мир вокруг ей нужно быть телефоне это очень печально это психологическая болезнь и ее нужно лечить пока не поздно к сожалению пока не поздно мои дорогие друзья отвратительная сцена когда осел с пигалицей валялись в обнимку на кровати но мы неоднократно акцентировали внимание на непристойном поведении но покемонши почему-то не видят здесь ничего особенного ну подумаешь валяются но подумаешь в обнимку надо же я думаю что это очень очень непристойное поведение да именно так ну и что мои дорогие друзья к великой нашей радости и к печали покемонши все что мы предрекали происходит она обеднела в конец во первых лагман который они ели видимо был куплен без мяса потому что на мясо денег не хватило ну как обычно залила уксусом насыпала кучу перца конечно конечно это для гурманов но когда она ложкой там булькала ворошила это все омно ложкой там не было ни одного кусочка мяса так что покемонша обеднела в конец и заказала себе лагман без мяса там по моему были грибочки ну-ну покемонша это очень вкусно мы тебе конечно же верим и что мои дорогие мои друзья ну как же так может а а простоволосица обеднеть наша звезда youtube которая заработала ой нет ошиблась который свалился золотой дождь на голову от youtube она обеднела в конец что даже вытащила украшение из старого завязшего букета который ей подарили компания босс которые ее огрели на огромную сумму денег было в комментариях что стоимость ремонта 25 тысяч за квадратный метр то есть они очень хорошо заработали на нашей покемонше и о чудо покемонша вытащила вытащила украшение из завязшего букета и поставила эти украшения в баночку вы представляете человек миллионерша которая сделала ремонт как минимум как минимум за пять миллионов вместе с мебелью а может быть и дороже с ее слов вроде бы восемь миллионов она потратила на ремонт этой квартиры и вот это чудище лесное покемонша то есть покемонша ну совсем обеднела и решила хранить эти украшения которые были в букете вечно на вечную память от компании босс на вечную память от любимого германа конечно конечно будет смотреть и фантазировать как она будет носить на руках германа когда ее посудомойка когда покемонша прогонит посудомое не зря же чемодан с вещами стоит и ждет своего часа возле выхода я не могу это ж надо так а и да до такой степени обнищала что заехала в квартиру хотя ей это было не нужно и собрала продукты чтобы не испортились то есть она когда поехала в станицу она не задумалась она не задумалась о том что у нее молочка пропадет и конечно же представляете столько дел столько у нее в голове но она намеренно заехала домой чтобы забрать ну там ну может быть на 500 рублей продуктов даже наверное меньше представляете насколько она стала экономно и конечно же она нашла оптовый рынок о чудо как она была рада что она после этого показала в ленте завядшую капусту и насколько она дороже это для того чтобы и себя порадовать и похвалиться что вот какая я деловая вот какая я экономная накупила травы потому что на мясо у нее уже денег нет она показала витрину с мясом в ленте но не показала как она ее купила и в следующем видео также мясо мы не наблюдали от слова совсем и когда они в начале видео приехали и дед их угощал так бабушка ела мясо с таким рвением с таким удовольствием что как будто ее действительно мясом то уже и не кормят от того что денег болт болт все товарищи вот вам и конец истории с покемоншей потому что как мы знаем как мы видим по росту подписчиков и просмотров покемонша продолжает покупать и просмотры и подписчиков ну это всем очевидно даже зрительница провела анализ как быстро растут просмотры так что все понятно денег болт жрать нечего и поэтому покемонша заквасила капусту заквасилась таким удовольствием мечтала о ее поедании что о чудо сейчас она приготовится и мы это все сожрем причем как мало получилось это было так грустно и ведь в этом видео во втором она ну просто наслаждалась десять минут когда она показывала как мнет издевается над этой капустой как она ее мацала как она ее перебирала как она ее мешала вот этой вот рукой с красными когтями фу-фу-фу как это мерзко и противно аж навызывает рвотный рефлекс и вот это потом все будут поедать ее близки но в общем то им не привыкать жить в помоях спать с грязными кошками на постели валяться ставить на чистую постель грязные портфели ранцы это просто конечно фантастика и вот это чудо-юдо которая всем хвалится что она якобы моет все якобы вымывает якобы ой-ой-ой у нее столько дел столько дел да она ткнула носом в грязный чайник этого несчастного деда она еще раньше ткнула этого деда то что засорил канализацию именно дед ну естественно кто еще конечно же она мыла эту грязь мы вымывала у нее так грязно было в станице а кто виноват а дед виноват ну конечно же старый дед он не может так убираться как якобы убирается покемонша но я вас хочу разочаровать покемонша ни хрена не убирается если вам не показали как это делает осел то это не значит что это делал не осел конечно же все вымыл все отдравил осел это его прямая обязанность а покемонша монстр я думаю спала без задних ног потому что погуляла в бухаресте ну и бабка была очень счастлива что ее повезли в станицу аж она смеялась ха 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 мы едем станицу там меня покормят но как же она бедная спала без своей игрушки а вы видели что они захватили с собой игрушку нет я вот что-то не заметила ну а может быть и захватили ну короче говоря если уж не захватили то бедная бабка столько дней мучилась без игрушки под головой ой-ой-ой бедняжка если они поувозили все одеяло все приличное белье но там вообще наверно как бомжатник кто где спит кто с кем где подушки где одеяло какой кошмар но им оказывается этот краснодар не мил вот тянет их домой даже покемонша оговаривается мы поедем домой в станицу вот так и будут туда-сюда мотаться и мешать жить старому деду которого они притащили из москвы оказывается дед уехал уехал потому что вот это издевательство терпеть ах да она еще пол видео посвятила тому что огород засран абсолютно засран и дед в этот раз ничего не сделал ел хлеб бестолку им пришлось самим там убираться но это еще хуже то что она несла то что она несла что якобы она работала на клубнике 13 лет люди посчитайте пожалуйста я сейчас вам озвучу что это полная ложь все мы знаем что покемонша ушла в декрет еще в москве с предприятия lg то есть она приперлась станицу и ее сыну исполнилось 14 лет так что мои дорогие друзья считаем хорошо она родила ну пускай годик ребенку остается 13 лет то есть она хочет сказать что когда сыну было год то она все это время 13 лет занималась клубникой но давайте считать если он родился в 2009 году а с 2019 с ее слов мы все это неоднократно слышали она уже не занимается клубникой значит посчитаем ну допустим 2009 родился сын ну годик уберем ну как бы не сразу же после родов она начала якобы заниматься клубникой хорошо с 2010 отнимаем 2019 получается 9 лет где 13 9 хорошо была еще беременность пигалицы значит еще девять месяцев и еще года согласны еще два года отнимаем 9 отнять два у нас остается семь лет да ну допустим 7 лет она занималась ну а когда была крыша да когда они строили крышу они были нищими ели только макароны ну допустим что это продолжалось еще год но еще отнимем от семи лет год да это видимо тогда когда осел работал на мойке машин а еще он же работал на молочном предприятии то есть сколько мы отнимем ну давайте год отнимем ну так вот нехитрые расчеты нас наводят на цифру шесть а может и пять ведь для того чтобы работать на заводе молочном и на автомойке нужно время это продолжалось не один месяц так как это было рассказано что он там работал да 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 так вот мои дорогие друзья может лет пять может лет шесть а может и того меньше они занимались клубникой и у них нихера не получилось так вот в первых видео у нее там скромненькие грядочки все так по-деревенски все так но когда она начала youtube на нее свалился золотой дождь и вот восемнадцатом девятнадцатом году они решили первые деньги они же не знали будут они зарабатывать хорошо на youtube нет так вот они эти первые деньги вложили в реконструкцию своего участка и настроили вот этих вот ужасных никчемных якобы теплиц которые совсем-то не теплицы и наложили вот эти вот черные покрывала на землю вот этот материал ужасный отвратительный и у них нифига не пошло потому что они большие объемы заложили много денег потратили на это ну короче деньги на ветер и вот этот период она и показывала вот как они вот здесь вот чего-то там хотели срубить много бабла но не тут-то было потому что нужно ухаживать а здесь повалился золотой дождь и ей это стало нахер не надо вот и все вот эти вот ну пять лет плюс минус она называет вам как 13 лет но вы мозги то включите если старшему ребенку 14 так еще был один декрет так я еще раз повторяюсь и осел работал и на мойке автомобилей и на заводе молочном где сейчас работает ее брат но короче говоря короче говоря не верьте сказки она лжет вам ну просто ну просто вам на голову серит а вы ей верите но включите свои мозги в конце концов ну так вот мои дорогие друзья приперлись они в очередной раз станицу обгадила она деда как она это делает со всеми своими близкими и родными он ей уже не нужен он ей уже теперь мешает он не выполняет все ее задумки то есть может быть она и говорит отдыхайте не надо вам работать не надрывайтесь но она то в душе надеется что дед встанет и все им там почистит уберет и что еще я хочу сказать как она сетует на то что там амброзия что у детей аллергия врет врет и не краснеет никогда не было у детей аллергия аллергия была у осла ну ладно почему она опять унижает и растаптывает достоинство своего сына опять пигалица не пойдет нет 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 она будет сидеть с телефоном она будет пялиться целый день в телефон ах да она тут показала показательное выступление запечки и пигалица нарезала немножечко капустки вот это чудо а теперь аплодисменты ура пигалица сидела и позировала что она якобы тут нарезала капустки ну так вот все таки мальчик опять унижен и растоптан ты иди иди убирай и помогай отцу потому что это ты должен потому что покемонша якобы имеет столько дел в доме дохерище и не может пойти заниматься работой на огороде а как же раньше с ее слов а как же раньше то с ее слов она там пахала так вот никогда она там не пахала это все было видимость это все было сказка для белого бычка так вот продолжаем нормальные люди которые занимаются своим огородом и за огородом они выкашивают всю амброзию и все что им мешает это не так сложно сделать это не нужно делать в пекло в 4 часа встань с утра часов 6 покоси траву и коси ее ну хотя бы раз в две недели и у тебя такого никогда не будет то что у нее много улиток это мы сто раз обсуждали этим надо заниматься почему-то у ее одностаничников все прекрасно почему-то у натальи и увязальщицы и у олеси все прекрасно растет огород содержит урожай собирают все прекрасно а вот у одной у одной только покемоншек все хреново ничего не растет все съедается все съедается паразитами особенно улитками которых я как понимаю она сама и развела ну мы это тоже сто раз обсуждали поэтому мои дорогие друзья то что она вам преподносит и якобы якобы она лжет что она заставила убираться на огороде своих детей вместо каникул ах да вместо только для сына потому что покемоншу младшую потому что пигалицу возили на форт боярд конечно у нее то развлекуха по полной все то что она любит болтаться хвостом за своими родителями а еще найти повеселитесь да 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 а сын как обычно все лето проухаживал за бабусей таскал горшки любовь морковь у них такая связь внук так бабушку любит что не может от ее даже оторваться и поэтому конечно же он за ней ухаживал а не потому что покемонша со своим ослом моталась где попадя где не попадя и что ухаживать за бабушкой было некому так что лето коту под хвост ну а что тут такого нормально а теперь и осенние каникулы тоже коту под хвост нечего тебе с друзьями нечего тебе общаться с друзьями иди паши вместо самой покемонши на огороде да конечно ну а кто же будет помогать осло ну а то что покемонша могла бы нанять рабочих обычных рабочих которые не так дорого и стоят чтобы они ей вычистили огород это зачем ну а где контент она будет делать да еще и деньги платить нет 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 для этого есть нелюбимый нелюбимый ребенок старший мальчик который на все руки мастер так же как и осел во всех дырках затычка это мальчик сыночек тот кого ненавидит отчим которым подтирают все дырки которым моют полы конечно же ну и братец пришел поддержать поддержать до мальчика в его нелегком труде а почему бы мальчика не отправить погулять с друзьями да потому что разве гармошка не может посидеть с бабулей один конечно может но нет они не ищут легких путей нужно унизить в очередной раз и растоптать старшего сына а почему нет ну почему нет ему и так сойдет но подумаешь приехал якобы на каникулы в станицу но посидел в раз бабулей поубирался в очередной раз на огороде должен отрабатывать хлеб покемонши и и пигалица хлеб отрабатывать не должны ну потому что королевишны ну а осел и его пасынок конечно же должен пахать на засранном огороде и да конечно все засохло малина засохла а разве вы не знали что есть такой капельный полив его даже не нужно контролировать по времени включай и будет тебе счастье и все у тебя будет шикардос но нет нет экономим на воде якобы экономим на воде которая еще минуточку внимания из личной своей скважины там платить нужно только за электроэнергию и не такие суммы как теперь она будет платить в квартире и это еще один момент экономия свалили со своего краснодара потому что очень дорого и какое у нее было счастье лучшая плита это газовая плита а ты как думала а ты когда покупала в таком доме пчеловейники высотки квартиру ты почему не думала об этом да электрическая плита это дорого и неудобно вот так вот покемонша век живи век учись а тебе это с пятью образованиями сам бог велел учиться на твоих же ошибках иначе ты ничего не понимаешь а тут-то какая прелесть и давай она каши варить и давай делать то нечего мясо нет и поэтому давай она варить варенье из замороженных ягод так что такой большой морозильник стоит у нее забитый травой мясо то там раз два и обчелся хрен да маленько ничего там уже не осталось и денег на мясо нет вот смотрите похудеют а может быть наоборот голоду пухнуть будут да на одном-то хлебе на булках далеко не уедешь на траве да на тесте вот вам и покемонша золотой дождь с youtube закончился вот теперь и сиди жопу луковицы а толку то никакого потому что ее никчемная реклама которую она провела на читай город она не дала информацию которая должна быть по закону и таких уже проверяют уже прокуратура над ними работы так что девочки кто хочет кто умеет пишите в прокуратуру онлайн жалобы на то что она делает рекламу не по закону и ее будут проверять и это для государства ну прям золотая жила будут с нее штрафы рубить очень даже не маленькие об этом я уже говорила там огромные штрафы так что покемонша твой читай город давай скрывай или вырезай а то получишь по первой программе я думаю таких заинтересованных девочек у нас очень много главное знать на что жаловаться девочки жалуйтесь на то что она не маркирует рекламу по закону она это обязана сделать вот так милые мои дорогие друзья я думаю на сегодня хватит обзор получился как обычно очень длинный так что девочки это ужас покемонша продолжает шествие свое по youtube она совсем ужас катушек съехала посетила бухарест но теперь сейчас очухается и вернется краснодар и бедный несчастный дед который приехал к ним со всеми своими вещами даже шапки привез так он понадеялся на счастливую жизнь в станице но я думаю ему там не сладко сидеть в четырех стенах а дед то привык к другой жизни вышел в москве прогулялся по красной площади ну или там где-то где он живет очень хорошо знает москву там прошла его молодость счастливая жизнь с матерью осла там у них был бизнес все было шикарно но в общем-то дед такой живчик ему нужна другая жизнь и я почему-то больше чем уверена что он поехал туда за какими-то якобы документами это все ерунда дед не приедет я думаю ему более комфортно жить в москве работает чем он там занимается потихонечку может быть так сует потому что его машина была с какими-то рекламами не буду говорить какими вы все видели там у них стояла за двором машина вся в наклейках это и была машина деда как я понимаю вот дед свалил к своему внуку сыну осла которого тоже приглашали и воспользовались им по матросили и бросили так что все они наелись любви и отношений от покемонша и я думаю дед больше не приедет 99 процентов что дед свалил для него эта жизнь не по нраву и то что туда постоянно налетами приезжает покемонша но естественно она там хозяйка деду это неприятно он там чувствует себя не в своей тарелке тем более если его постоянно мордой об стол размазывают то об чайник то засор в трубе канализации то за то что он не убирается ничего не делает на огороде но в общем-то дед ты молодец ты вывел ее на эмоции и теперь ты со спокойной душой можешь ехать свою москву и продолжать свою счастливую жизнь и не возвращайся иначе ты сдохнешь раньше времени она тебя доведет ну или до инсульта в общем-то у нее опыт в этом есть мои дорогие друзья еще один момент хотела уже попрощаться но скажу когда бабка была более-менее здорово она ее действительно помещала в больницу для профилактики и мы это неоднократно видели ну пару раз точно даже может быть и три но когда бабка находится в таком тяжелом состоянии она ее практически не реабилитировала только за бартер трех сестрах бабка уже очень плохо выглядит но видно что человек ну просто тает на глазах и за этот год она не выделила даже тридцатки чтобы отправить бабку хотя бы в обычный санаторий хотя бы просто полежать прокапаться а о больнице вообще речи никакой нет так что задумайтесь почему она так поступает со своей матери но мы уже сто раз обсуждали что там она лишняя и хотят от нее быстренько избавиться но не зря же довела до второго инсульта и не реабилитирует ее от слова совсем ну так вот какая она была милая пушистая когда бабка ее не напрягала просто пошла полежала за бесплатно в больничке до типа по графику а сейчас за все нужно платить а она этого делать не хочет бегать обивать пороги выбивать какие-то санатории она тоже не хочет и не может у нее нет для этого времени потому что она все время в краснодаре но на всякое барахло на всякое говно даже на эти двери дорогущие чтобы отделить бабку вообще от свежего воздуха даже загазованного чтобы бабка вообще там сидела и не пердела ну пердела но никто бы не слышал ну короче говоря ну такая мерзкая такая ужасная история вообще и вот вы хотя бы вы гоблины не мои прекрасные подписчики справедливые с критическим мышлением а вы гоблины которых она использует покемонша в своих целях вам показывает ерунду показывает ложь сказку вы откроете глаза и скажите почему почему она сейчас не отправляет мать в санатории восстанавливать здоровье проводить хоть какую-нибудь реабилитацию ведь лучше хоть что-то чем ничего но тут вывод очевиден бабка лишняя в этом доме больше я не могу никак это объяснить ну и конечно же конечно же печальная история с дедом которым воспользовались ну а теперь за ненадобностью его и пропнули в москву ну или он сам сбежал прикинулся шлангом прикинулся что ему нужны какие-то документы и сбежал во своясе но в общем то еще один момент а где все родственники где кастрюля которая должна должна хотя бы как-то объявиться помните раньше она и звонила и письма писала и люблю люблю трамвай куплю где 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 с астрахани все родственники где где тот брат который пытался купить якобы квартиру где-то с ними поблизости где они все где всем насрала в душу ваша покемонша вот где эти родственники но продолжаем смотреть цирк а на этом я хочу вам напомнить что видео мое развлекательное все совпадения случайные все персонажи вымышленные и я выражаю свое личное субъективное мнение а на этом мои дорогие друзья пока пока